Друзья, приветствую, с вами Николай Мрачковский. Сегодня мы будем разбирать наш проект с кладовками. Около полутора лет назад, чуть меньше, в конце лета, в начале сентября 2022 года мы приобрели цокольное помещение около 270 квадратных метров в Москве, недалеко, в паре километров от Садового кольца, то есть практически центр, можно сказать, по сегодняшним реалиям Москвы, и разбили его на 124 автоматизированные кладовки, которые работают без людей, там ни одного человека нет штатно. Это все уже в текущий момент работает полноценно, и сегодня мы постараемся для вас рассказать подробно, как реализовывался этот проект, какие были сложности, проблемы, что в итоге получилось, какая доходность, какие цифры. Если вдруг вы решите что-то подобное повторять, то сможете в какой-то степени опираться на наш опыт. Рассказывать и подробно объяснять многие моменты этого проекта будет мне помогать Виктор Панин, Виктор сейчас вот на связи, Виктор мой партнер в этом проекте, мы совместно его реализовывали, и Виктор как раз техническую всю часть брал на себя, то есть это и поиск помещения, и организацию ремонта этого помещения, и многие другие вопросы, поэтому в большей степени Виктор будет рассказывать, как все это происходило. Виктор, приветствую. Да, Николай, коллеги, инвесторы, подписчики, всех также приветствую. Давайте погружаться в то, что называется инвестициями в кладовки, и сейчас кратко по всем тезисам и пунктам мы пройдем. Ну что, у нас здесь получился достаточно интересный проект, и как многие думают, что в инвестициях часто бывает, что все легко и просто, но на самом деле оно вообще не так. И вот сегодня мы попробуем дать ответ на вопрос, вот инвестиции в кладовки это просто тренд, или это действительно доходность, и это действительно инструмент, который позволяет людям зарабатывать. План презентации следующий, то есть мы сначала кратко пройдемся по идее, как получилось вообще, что мы этот проект запустили, подбор помещения, ремонт укомплектования, запуск проекта, самая сложная, наверное, часть, и какой результат получился спустя уже 10 месяцев полноценной работы, уроки и ошибки в запуске проекта, и рекомендации тем, кто захочет, если вдруг повторить нечто подобное. Поехали. Первая часть – это идея реализовать проект. Мы однажды записывали ролик про такой формат работы с кладовками вместе с Николаем Рачковским, и так уж вышло, что сразу после интервью получилась такая спонтанная беседа о том, что вроде как можно попробовать такой проект реализовать, и я не испугался, буквально за 30 секунд принял решение, что готов в эту историю вписываться, и мы запустили процесс подбора помещения. Это было в мае-тир этом, июне 2022 года. Далее. Самая интересная, наверное, и ключевая часть, и в этом, в том числе, вот моменте, да, при реализации такого проекта, основная проблема в том, что здесь, к сожалению, многие люди, если вдруг сами захотят реализовывать такую стратегию, можно попасть в очень много проблем на этапе как раз подбора и поиска помещения. То есть нет ни одного более важного этапа, чем этот, потому что здесь как бы любая ошибка, она потом чревата набором каких-то финансовых, эмоциональных, энергетических потерь, и, конечно, это никому не хотелось бы, все-таки мы говорим здесь больше про пассивные инвестиции. Здесь я вот написал про московские подвальные помещения как отдельный вид искусств. Я сразу скажу, я сам лично посетил более 70 подвальных помещений в Москве, это было вот как раз летом 22 года. Я там много чего видел, вот если кто-то знает, как выглядят подвалы, они в основном не такие, как торговые центры или еще что-то, то есть это всегда очень темно, мокро и неприятно. Но, как мы знаем, чем хуже запах в помещении, когда мы в него заходим при инвестициях, тем, скорее всего, выше будет доходность. И в нашем случае примерно так и получилось. Ну и здесь я также отработал навык дожимать. У нас, к сожалению, сорвалось аж три сделки при реализации этого проекта, потому что в последний момент перед сделками возникали какие-то вещи, которые нам вообще никак не подходили для реализации этого проекта. Ну и что тоже важно отметить, это то, что в данной стратегии, на мой взгляд, не стоит идти ни на какие компромиссы, потому что если вдруг вы на эти компромиссы пошли, то в будущем можно, во-первых, нажить себе проблему и получить в том числе неприятные временные вливания потом, в будущем, когда уже проект начнет работать. Вот здесь, друзья, представлены фотографии помещения до того, как мы с ним, скажем, подружились, когда оно уже было все-таки найдено. Как вы видите, ну, состояние, мягко говоря, очень убитое, никаких здесь таких, кажется, на первый взгляд, привлекательных мест просто не было. Ну вот здесь где-то старая дверь, очень все ушатанное, все выглядело вот в таком вот формате. Вот с этого мы начали наш проект. Да, давайте я пару комментариев ставлю. Вообще, в целом, в большинстве случаев, если все прям красиво и идеально, то есть ты приходишь в помещение, и там отличный ремонт, все шоколадно, не к чему придраться, то, скорее всего, там не будет доходности, потому что уже все сделали для вас. И наоборот, чем более убитое и ушатанное помещение, тем больше шансов из этого что-то выжить. Ну, правда, и рисков тоже много, особенно с подвальными помещениями, я думаю, Виктор сейчас еще расскажет. Очень мы сильно заморачивались и опасались того, что все это может залить. Это характерно для многих цокольных помещений, что прорвет какую-то трубу, и представьте, у нас там 124 кладовки, и всех затопят. Этого тоже мы опасались. Ну, Виктор, наверное, расскажете про это еще. Да, конечно, само собой, это вообще ключевая история про то, что главный риск подвальных помещений – это затопление. И давайте в том числе про это и поговорим. Мы начали ремонт, это отдельная история. Вот как раз начиная с первого тезиса, как вспомнить школьные задачи и не утонуть в подвале. Нам пришлось вспомнить все школьные задачи о том, когда вода наливается в бассейн, как будто вроде бы раньше в школе все про это считали и думали, что никогда в жизни это не понадобится. Вот нам один раз как минимум понадобилось. То есть мы считали, а что если вдруг трубу прорвало в подвал и как быстро ее будет заливать и наполнять все помещение водой. И за счет этого мы сделали дренажную систему. О ней тоже чуть позже расскажу. Здесь еще важный момент. То есть приходилось решать очень много вопросов логистики и сроков, поскольку у нас здесь и ремонт, и разные вывески, видеонаблюдения, доставки с заводов, металлоконструкций. И это такая прям большая работа в управлении логистикой. Ну и замена труб и другие внеплановые расходы. Давайте более подробно. Вот проект данных всех кладовок. То есть у нас их получилось 124. Кому-то, ну здесь наши дизайнеры так шуточно написали, что ничего не понял, но очень интересно. Это вот как раз точно такой же проект, который нам в итоге удалось реализовать. То есть все доеденные ячейки, которые мы здесь начертили, они на сегодняшний день активно работают, и все удалось сделать точь-в-точь вместе с этим проектом. Все сошлось. Вот здесь так кратко представлена подготовка к ремонту. Вот как раз пример того, как выглядели трубы до того, как мы зашли в помещение, и как они стали выглядеть после. То есть мы сделали полную замену труб, и это, к сожалению, оказалось большой статьей расходов, на которую мы не рассчитывали с самого начала. Вот из интересного. Здесь я так шуточно тоже добавил историю про раскопки в соседний подъезд. Нам пришлось не только в самом подвале менять большое количество труб, но также пришлось вот реально откапывать прям в соседний подъезд тоннель и менять трубы, поскольку там было такое проблемное место. Это обратный клапан, который был в санузле в этом помещении. К сожалению, был риск, то в том числе эта проблема, она в будущем сыграет нам не на руку, да, и сможет затопить подвал там несколько раз. Это было проблемой, но мы ее вот так, опять же, да, внеплановыми вливаниями денег смогли это все решить. И сейчас, ну, как оказалось, это было абсолютно оправданным, потому что у нас в текущий момент никаких вот таких проблем не возникает с этим помещением. Вот здесь, друзья, как раз представлены сливные желоба для дренажной системы. Сейчас чуть позже будет более подробная схема. Как видите, здесь уже когда мы заменили вообще все трубы в помещении, мы начали делать вот такие, ну, кому-то могут показаться вообще необязательными вложения. Я в том числе считаю, что они необязательны, но поскольку у нас все-таки задача, чтобы мы один раз создали актив, и он потом годами приносит нам деньги, я здесь за то, чтобы мы как бы чуть дольше будем запрягать, но потом и ехать это все будет значительно дольше. И главное, наш сон, он останется спокойным, и мы не будем там в 2 часа ночи вставать и срочно бежать, чтобы спасти помещение от затопления. Разуклонка полов и насосы, которые мы реализовали, как видите, логика очень простая. То есть красными линиями я отметил наклон полов в данном помещении. Здесь вот правая часть помещения, на которой нет никаких линий, просто кладовки, она находится на небольшом возвышении. А вот левая часть помещения, она находится как раз чуть ниже. И поэтому здесь пришлось делать, ну, такие вот дополнительные вливания денег. Зеленым цветом на данной схеме отмечены как раз сливные желоба, которые я вот здесь показывал. Вот они, это как раз 3 желоба, они все сделаны вот в таком виде, с зелеными линиями отмечены. И в углах помещения реализованы сливные насосы, в которых там есть определенное углубление около 3 метров. И в случае, если вдруг вода начала литься в помещении, ну, сейчас вот за уже 11 даже месяцев работы ничего такого не произошло. Но, тем не менее, если вдруг когда-то это произойдет, мы достаточно быстро эту всю проблему решим. Но, к счастью, пока таких проблем у нас не возникало. Виктор, хочу тоже дать некий комментарий. Когда мы подходили к решению этого вопроса, то есть как правильно это сделать, что мы сделали, вот, возможно, вам будет тоже полезно это использовать как опыт. Я дал запрос в мир, скажем так, через разные социальные каналы, что мы планируем реализовать такой проект с цокольным-подвальным помещением, у кого есть подобный опыт. И откликнулось несколько человек, кто также активно занимается подвалами в разных регионах нашей страны. И мы с ними пообщались и постарались максимально собрать их опыт, вот, кто как что использовал для того, чтобы снизить риски и потенциальные проблемы, и что имеет смысл учесть. Поэтому, если вы будете реализовывать что-то вот относительно нестандартное, то попробуйте найти тех людей, кто уже многократно работал с подобными проектами. Неважно, будь то там подвальные помещения, склады, коммерция, жилые помещения или что-то еще, или там гаражи, например. Используете чужой опыт, то уже на многие грабли наступил и сможет рассказать вам об этом. Я вот здесь отдельное дополнение хочу сделать, Николай, касаемо такой истории, как социальный капитал. В том числе, вот вы здесь обозначили, что мы еще до старта начали общаться с людьми, у кого уже был опыт, но и по ходу реализации этого проекта мы также очень активно использовали ресурсы тех знаний и компетенций людей, которые нас окружают. И это вот, например, где это было, да, то есть это там и ремонтные работы, мы обращались к людям, которые были там где-то рядом, это и юридическое сопровождение, это и там установка, обклейка этого помещения, то есть это все были люди вот из какого-то ближайшего окружения, в том числе из сообщества «Финанс-1». И это однозначно всегда ускоряет и упрощает жизнь, поскольку одно дело, когда ты сам с нуля заходишь в какую-то тему и никогда чего-то не делая, а хочешь сразу сделать хорошо, а другое дело, когда есть сразу люди, на чей опыт можно опереться. И это, конечно, очень ценно. Как раз очень советую посещать живые встречи клуба «Финанс-1». Вы, когда приходите на встречи, там обычно собирается несколько сот человек, у которых колоссальный опыт в самых разных вопросах. Там загородная недвижимость, гаражи, подвальные помещения, крипта, инвестиции в бизнес и многие-многие другие стратегии. Общайтесь больше, получайте, вот создавайте свой собственный социальный капитал из тех людей, кто, собственно, много что уже реализовал, для того, чтобы вам всегда было с кем посоветоваться по самым разным инвест-проектам. Теперь давайте пройдем уже дальше, то есть мы, к счастью, смогли построить эти кладовки, смогли запустить все процессы касаемо труб, замены вот этих коммуникаций. И переходим к части четвертой нашего сегодняшнего диалога. Это запуск проекта. Самое основное. И вот я вот здесь сделал фотографию такую, когда сам лично привязывал каждый замочек, то есть их здесь 124 штуки, каждый замочек я привязывал к конкретной ячейке. И это был последний день, когда уже ушла бригада, мы уже сделали клининг, я уже такой достаточно подуставший от того, что вот уже шестой месяц я постоянно уделяю этому внимание и до сих пор ничего не работает. Это вот был последний день. Я вот здесь написал, что самая темная ночь перед рассветом. То есть когда вот вам где-то будет казаться, что не получается дожимать и так далее, то обязательно идти всегда до победного. Также важно отметить, что управлением данным объектом занимается оператор складного. Фотопомещение после. Как вы видите, все ячейки на месте, все замочки висят, все красиво. В данный момент у нас, ну мы сейчас чуть попозже расскажем, что по загрузке. Вот так сейчас выглядит это помещение. Все аккуратно, достаточно симпатично, на мой взгляд. И да, конечно, возможно, кто-то здесь скажет, что в каких-то вещах можно было сделать более аккуратно, лучше и так далее. Но, на мой взгляд, лучшая враг хорошего. И если это работает и выполняет свою задачу, то этого, наверное, достаточно. Вот здесь, друзья, переходим к интересной теме. Это вложение в проект. Общие вложения, как вы видите, здесь у нас составили порядка 18 миллионов рублей. Почему такая существенная цифра? Может для кого-то быть удивительно, что это какой-то большой объем, хотя, казалось бы, вроде не так это и много. То есть просто часто люди обычно берут в аренду помещение, а мы здесь его покупали. Как вы видите, здесь покупка помещения, она заняла порядка 11 миллионов рублей. Это самое существенное вложение. Но объясню сразу, предосвещая вопрос о том, а почему купили, почему не взяли в аренду. Во-первых, очень сложно перестроить такие кладовки под другое помещение. То есть, как вы помните в проекте, который я показывал, там достаточно специфичное помещение. И если вдруг нам... Ну да, пусть будет, мы там зарегистрируем договор и так далее. Если вдруг собственник этого помещения нам бы сказал, ребята, вам завтра надо съехать, с такой же эффективностью перенести эти же кладовки и найти похожее помещение, это, ну, во-первых, в целом найти похожее помещение, это сложно. А чтобы еще и эффективно конкретно вот эти кладовки перенести куда-то еще, это, ну, я думаю, что невозможная задача, либо она там будет очень сложной. Поэтому все-таки было решение принято в сторону покупки. И считаю, что это абсолютно оправданно. Далее, что еще здесь, конечно, заняло очень много расходов, это ремонт и дренажная система. Естественно, здесь мы значительно, ну, как сказать, просчитались, да, на старте, поскольку думали, что замена труб и, там, замена вот этих коммуникаций, раскопки в подъезд, дренажная система, думали, что это не будет столько стоить, но оно все вместе собралось и вот получилось. Это как раз особенность, друзья, того, что когда мы работаем со вторичным старым жильем или вот с такими убитыми старыми помещениями коммерческими, да, здесь тоже бывает, что, к сожалению, мы часто не можем на старте просчитать все вложения в проект, я, поскольку еще флиппингом занимаюсь, недвижимость, да, то есть там тоже, это очень популярная история, там, замена стояков, вот такие же замены труб, это прям часто непрогнозируемая статья расходов, к сожалению. Ну, также из существенных нюансов, это, конечно, металлоконструкции, они заняли почти миллион двести, но, как оказалось, в будущем мы достаточно в правильный момент их купили и не потеряли какие-то существенные доли процента от будущей доходности. Ну, и замочки сами, да, вот эти, которые я показывал, и лицензионное вознаграждение оператору, который у нас работает в данном случае. Ну, и теперь, друзья, давайте перейдем к части номер пять, то есть результат спустя десять месяцев работы. Мы купили помещение в августе 22-го года, в сентябре там уже началась работа, в январе-феврале мы закончили ремонт, и вот с февраля 22-го года по сегодняшний момент это помещение работает уже более десяти месяцев. Во-первых, давайте дам ответ на вопрос, существует ли пассивный доход в этой стратегии, работает ли реально объект без людей, и есть ли, что самое главное, совпадение с финмоделью, которую мы ранее заложили. Итак, что касается доходов по этому объекту. Вот здесь представлены такие табличка и график. Здесь я вывел выручку и то, сколько вот конкретно мне на счет приходили, да, деньги за работу этого помещения. Как вы видите, выручка достаточно стремительно росла, последовательно, но, тем не менее, в текущий момент мы вышли там на цифру более 320 тысяч рублей. Здесь вот еще одну добавить нужно будет колонку. Сейчас реально это 320 тысяч рублей. Давайте также кратко расскажу про ежемесячные расходы, которые есть в данном проекте. Первое, это, естественно, интернет, он занимает одну тысячу рублей. Налог УСН 6%, классический стандартный, упрощенка. Здесь около 18 тысяч рублей. Администратор и уборщик здесь сочетаются в одном лице. Примерно это занимает около пяти тысяч рублей. Там две с половиной тысячи рублей за выезд. Администратор в данном случае берет, да, и какие функции у него задача зарядить замки. Ну, естественно, поддерживать помещение в адекватном состоянии. И в случае, когда, ну, бывает такое, что, например, у нас как-то раз сошла сигнализация, и нужно было срочно приехать. И, ну, вот, когда возникают такие какие-то форс-мажорные обстоятельства, чтобы администратор мог быстро среагировать, приехать, и в случае чего какие-то такие простые технические проблемы решить. Также охранная сигнализация около двух тысяч рублей ежемесячно, если точно, 1800. И пожарная сигнализация также, чтобы бригада была наготове всегда. Это две с половиной тысячи ежемесячно. Коммунальные платежи составляют около 18 тысяч рублей. И налог на имущество ежемесячно тоже мы сразу на налог на имущество откладываем по 6 тысяч. Это все считается от кадастровой стоимости. Здесь у каждого помещения будет индивидуальная история. Итого, совокупно по расходам получается 52 тысячи рублей ежемесячно. Но, друзья, это важный момент. 52 тысячи – это уже также за вычетом управляющей компании. То есть там еще управляющая компания берет за управление свою сумму. Но на счет мне уже приходят деньги, очищенные от комиссии управляющей компании. Теперь, что касается расчета доходности данного проекта. Как я уже сказал ранее, общая инвестиция составила около 18 миллионов рублей. Ранее мы на слайдах это разобрали. Выручка в месяц в текущий момент варьируется от 300 до 320 тысяч. Здесь уже в зависимости от загрузки. Расходы составляют 52 тысячи рублей. И чистый денежный поток в месяц за вычетом всех расходов, которые я ранее перечислил, и комиссии управляющей компании составляет порядка 270 тысяч рублей. Чистый денежный поток в год – это примерно 3,1 миллиона рублей. И фактическая доходность составляет 18% годовых, то есть мы 3,1 миллиона рублей делим на вложенные 18. Сейчас доходность около 18%, но мы ожидаем, что сможем поднять доходность до 20%, когда будет полная загрузка. Следующий тоже важный момент – это, наверное, для большинства зрителей самые ключевые вещи, то есть какие уроки и ошибки мы получили в запуске этого проекта. Первый момент. Коммерческая недвижимость – это тот нюанс, когда нужно сразу решать все вопросы по документам и обязательно все оформлять официально. Как только вы купили помещение, вы сразу же должны решить вопрос с тем, как вы платите за свет, нет ли там никаких долгов, что там с коммунальными взносами, а заключен ли договор с управляющей компанией. Это все однозначно нужно делать буквально на следующий день после того, как вы купили объект, потому что иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию. И я знаю такие кейсы, когда люди спустя, например, год один вспоминают о том, что надо было заключить договор и попадают на серьезные штрафы. Ну, конечно, этого никому не хотелось бы. Второй момент. Расчет с бригадой важно делать только по этапам. Когда вы начали ремонт, ни в коем случае не передавайте сразу всю сумму денег на ремонт. Обязательно разделите на этапы весь проект и оплаты реализовывайте так, чтобы в конце ремонта была самая существенная часть от всех денег. Ну, например, 50%. Если вы, допустим, договорились с бригадой на миллион рублей за ремонт, ну, я не знаю, какая там у вас будет площадь, то в самом конце, когда весь ремонт сделан, уже после того, как вы приехали и приняли все работы, нужно перевести бригаде, допустим, там 500 тысяч рублей. Это, ну, просто пример, но это наиболее такой безопасный для вас и для вообще всех, вот кто реализовывает проект, безопасный способ расчетов с бригадой. Потому что можно попасть в ситуацию, когда бригада пропала куда-то, и вы уже все заплатили, они что-то не доделали, а по факту, да, у вас проект не доделан, и денег-то нет от того, что вы не можете его запустить, потому что есть недоделки. Еще один момент. Неверный расчет вложений на старте. К этому нужно быть готовым. Я всегда, вот сколько уже ремонтов сделал, всегда закладываю минимум там 15-10% сверху на расходы. Самая неприятная ситуация в недвижимости, в той же самой, когда мы сделали ремонт, уже почти вот-вот там на 90% завершили, например, в квартирах, если про квартиры говорить, да, на мебель у нас денег не хватило, и все, сдавать, начать квартиру мы не можем. Здесь то же самое. Представляете, если бы мы начали делать проект, и, например, там на двери для ячеек у нас денег не хватило, и все, и объект, как бы, да, у него уже там вложено, допустим, 15 миллионов, а еще надо немного дофинансировать. И если этих денег нет, то, ну, ситуация неприятная, потому что объект, как бы, еще не начал возвращать деньги. И здесь, конечно, приходится как-то быстро эту проблему решать, и лучше в эту проблему вообще не попадать. Не с первого раза мы правильно здесь рассчитали количество металлоконструкций, тоже потеряли срок в запуске на доставках, потому что здесь, ну, сложно всегда учесть вот вообще все нюансы и детали помещения. И, конечно, пришлось там около двух недель еще дополнительно ждать. Это было, ну, не совсем приятно и удобно. Еще несколько уроков. То есть, во-первых, нужно заранее договариваться о доставках, приемках, и желательно, конечно, составлять диаграмму Ганта, составлять дорожную карту проекта, чтобы вы, в первую очередь, для себя понимали, в какой срок что кто должен закончить. И обязательно заранее всем об этом, ну, прям вот показывать полностью, да, что вот у нас вот такой срок проекта, мы хотим завершить там конкретное дата число, и ваша задача там, ваш этап, ну, с теми подрядчиками, с которыми вы будете общаться, да, ваш этап, задача там закрыть вот конкретно к дате, и желательно в договоре прям прописать, что если вы не завершаете к этому сроку работу, да, то вам там каждый день просрочки, условно, там какая-то сумма будет штрафом. Тогда очень все сразу понятно начинают общаться быстро, никто не тратит время, потому что иначе достаточно сложно замотивировать людей, делать что-то более оперативно. И также сразу, на мой взгляд, стоит закрыть вопрос администратора, потому что у меня, к сожалению, ну, я сейчас уже понимаю, что там делая я следующий проект, я уже начну искать человека, который будет там приезжать, приезжать, заряжать замки, общаться с управляющей компанией, там, ну, если вдруг какая-то ЧП ситуация, что-то случилось, там, гость, например, вещи оставил или ячейку не закрыл, такое тоже бывает, чтобы этот человек был заранее. То есть вы, как только сегодня, например, запустили проект, и чтобы завтра вы уже кому-то его отдали, да, и человек уже проинструктирован, он понимает, что делать, и у него есть конкретный пул задачи, потому что иначе эту функцию придется выполнять вам, ну, а мы все-таки здесь про пассивные инвестиции, а не про какую-то операционную деятельность. Ну, и важно установить хорошие отношения с управляющей компанией, потому что их трубы в нашем помещении, и если вдруг эти отношения как-то неверно настроены, то, к сожалению, в случае, если происходит какое-то ЧП, не стоит здесь ждать чуда и какой-то быстрой реакции на проблему, потому что отношения не налажены, и это может привести к печальным часто последствиям. Ну, и несколько рекомендаций тем, кто захочет повторить такой проект, если вдруг у вас была или есть такая идея. Как я ранее сказал, закрыть вопрос администратора заранее. Второе, это важный тоже момент, сдавать кубические метры выгоднее, чем квадратные. То есть, друзья, здесь, ну, многие понимают, что мы, например, часто, в том числе вот у Николая на канале, да, выходит много видео про работу с доходными квартирами, теми же самыми, да, и, ну, здесь мы понимаем, что в данном случае, в этом помещении мы сдаем кубические метры, они квадратные, и, конечно, весь вот этот воздух над полом, когда он начинает приносить деньги, ну, это, я думаю, все понимают, что значительно более эффективно, нежели чем просто сдача квартир. Еще важный момент, ни в коем случае не идти на компромиссные варианты при подборе объектов. То есть, если объект попадает под реновацию, если есть какие-то проблемы, которые вот не ведут к тому, что объект будет работать безопасно и, главное, без временных затрат для вас, то есть, вот никаких компромиссов здесь быть не должно. Например, там бывает, что нет входа отдельного, да, в помещение, или бывает, что в локации, например, загрузки той нет, которая плановая, или, например, бывает, что объект находится, как бы, да, с отдельным входом, но есть калитка, которая подходит только к этому дому, и сторонним людям туда зайти нельзя. То есть, все вот такие компромиссные вещи, ни в коем случае не надо их допускать, потому что иначе можно, ну, купить себе проблему, потому что потом это все будет занимать время, и лучше все-таки вот именно на старте, на самом важном этапе достаточно много времени уделить, чтобы потом чувствовать себя хорошо. Работаем один раз, и потом годами получаем доход. У меня вот подход такой. И важный тоже момент, спокойный сон важнее процентов доходности. То есть, например, если у вас есть вариант, где вы понимаете, что вы можете заработать больше, допустим, но там с какими-то но, с какими-то вот нюансами, которые, возможно, там потребуют времени, я все-таки за то, чтобы, пусть у вас, если есть альтернатива, которая приносит чуть меньше денег, да, но вы не будете тратить на это время. Все-таки я здесь за то, чтобы не только деньги, но и время тоже считать. Ну и риски обязательно просчитывать на берегу, и их стараться максимально закрыть. Это вот что касается той же самой дренажной системы, или там установки сигнализации, каких-то видеонаблюдений и так далее. Это отдельная история с рисками лучше работать до того, как они случились, а не в момент, когда что-то произошло. Вот здесь, в частности, очень много было консультаций с разными и экспертами, и организациями, и с МЧС консультировались, и с разными другими проверяющими, контролирующими организациями, чтобы минимизировать все потенциальные проблемы, которые могут быть с проверяющими. И поэтому тоже обращайте на это внимание. Если у вас проект достаточно сложный, как в данном случае он не совсем тривиальный, то постарайтесь максимально проконсультироваться. Да, здесь я абсолютно поддерживаю, и сам тоже многого не знал, когда начинал этот проект, и сейчас достаточно глубоко погружен уже в какие-то вещи. Это в том числе такой один из элементов обучения и погружения в новые направления. И еще несколько рекомендаций тем, кто захочет вдруг повторить проект. Я за то, чтобы не стремиться сделать отлично, делать хорошо, чтобы это выполняло свою задачу. Например, у нас, если про конкретно наше помещение говорить, у нас нет какой-то суперновой модной отделки стен, еще чего-то. Почему? Потому что надо помнить всегда про потребность человека. Если у человека потребность прийти и оставить вещи в помещении, и это не ресторан, в который он приходит и будет сидеть и получать удовольствие эстетическое, то нет смысла здесь вкладывать деньги в какие-то такие направления в помещения, которые денег по факту не принесут. Если мы говорим о вложении денег, например, в трубы или в раскопки в соседний подъезд, чтобы не произошло какого-то ЧП, которые напрямую влияют на услугу, здесь я считаю, что все-таки лучше делать так, чтобы свою задачу выполняло, а там уже думать над какими-то эстетическими моментами. Далее. Сделать тест спроса по кубическим ячейкам обязательно до составления проекта. То есть еще до того, как вы вдруг начнете либо самостоятельно, либо через какого-то оператора реализовывать такой проект, очень важно до старта на берегу просчитать, а будет ли вообще спрос на такие вещи. И ни в коем случае не делать так, что вы купили помещение, а после этого пошли, посчитали спрос и поняли, что у вас куплено помещение, которое вам доходности нужной не дает. И деньги уже замерзли в этом объекте, и что дальше делать, становится не очень понятно. Поэтому сначала тестируем, а потом приобретаем. И также проехать по запущенным локациям и спросить, на что обратить внимание. Я всегда сам, когда реализовываю какие-то проекты, для начала спрашиваю у людей, которые на практике конкретно сегодня этим занимаются и, главное, зарабатывают на этом деньги. Ни в коем случае не взаимодействовать с теми, кто пока только начинает или пытается. Лучше с профессионалами. Если вы, например, хотите погрузиться в историю с проектом по кладовкам, проехали по пяти объектам, нашли людей, спросили, погрузились, и вам уже становится просто очень много что понятно. Также с той же самой покупкой готового арендного бизнеса. Хотели купить готовый арендный бизнес, проехали, пообщались с пятью людьми, узнали много ценной информации. И так во всем, не только в проекте с теми же кладовками. Ну и обязательно рассматривать стратегию аренды для того, чтобы снизить пророк входа. Для многих это может быть актуально, поскольку это действительно существенная часть экономии. Но здесь всегда очень важно, чтобы у вас был длинный договор. И ни в коем случае не возникло ситуации, когда вы привезли металлоконструкцию, сделали проект, и все установили, и вдруг через два месяца собственник просит вас съехать, потому что что-то произошло. Этот риск, к сожалению, достаточно сложно прогнозировать. Но, тем не менее, это способ увеличить доходность. Да, касательно доходности. Вроде бы 20%, по крайней мере, в момент, когда депозиты по 15-16% выглядит не очень привлекательно. Но, в целом, для недвижимости 20% это очень неплохая доходность. Ну и, конечно, это все-таки у нас первый объект такого типа был. И, наверное, если мы будем в будущем подобные проекты делать, то доходность будет уже несколько повыше. Может быть, там, ближе к 25%. То есть, здесь, скорее, не надо ожидать какой-то космической сверхдоходности, но это очень даже такая рабочая лошадка, которую мы откатали и получили очень интересный опыт в любом случае с Виктором. И, я думаю, в этом плане это было ценно. Однозначно, Николай, здесь я со своей стороны могу сказать, что научился за время реализации этого проекта просто невероятному количеству каких-то нестандартных навыков. И, конечно, я вообще, как общая такая рекомендация тем, кто смотрит данное видео, если вдруг возникает какая-то возможность и вам становится страшно, то, скорее всего, страх – это самый главный маркер того, что в эту историю или в этот проект надо заходить. Поскольку там, где страшно, обычно рост. И у меня вот конкретно с этим объектом именно так и случилось. Я очень сильно вырос, пока его реализовывал. Мы у нас в Инвест-клубе «Финанс-1» сделаем более подробное обсуждение этого проекта. Можно будет задать все вопросы, вместе пообсуждать, поговорить по этому, кому актуально, присоединяйтесь к клубу. Будет ссылка под видео, как можно подать заявку. И там все можно будет обсудить. Ну, а также просим вас в комментариях, если у вас есть подобный опыт с кладовками, с подвальными помещениями, позитивный, негативный, напишите в комментариях ваш опыт, насколько у вас этот проект сработал. Ждем ваши комментарии. Виктор, спасибо, что поделились, присоединились к этому эфиру и подробно рассказали, как мы это делали. Николай, дорогие друзья, всех благодарю за внимание и всем желаю высокой доходности, не очень высоких рисков. И надеюсь, что этот опыт наш был ценен, полезен и вы как-то его в своих каких-то проектах сможете внедрить и использовать. Благодарю.